азы ды расти дорогие друзья сами товарищ сонек и я поздравляю вас с наступающим новым годом также я хочу поблагодарить всех те кто подписывается на мой канал а это ровно 1200 человек на данный момент то есть на 30 декабря а также спасибо всем тем кто подписываться на мой игровой канал то есть все те 90 человек которые подписались на мой канал я вам нереально рад потому что ну неожиданно на самом деле там ничего не делать только записал прохождение сессин скрипт дальше у меня пошла работа время и не было и все очень печально в общем вот тем не менее я стараюсь канал поддерживать по не мере про строго но вы сами могли заметить то что я практически каждый день выпускаю видео вообще каждый день на данный момент ну и я не знаю даже чем говорить наверное я перейду сразу к вопросам и дальше уже посмотрим по сути как меня попрет ну что же для начала я хочу сказать что сейчас вы наблюдаете на своих экранах не только мой замечательный голос но и мой замечательный геймплей в crusader 2 касаемо и как я его получил и что с этим делать и как быть я поговорю чуть-чуть попозже и сейчас я просто хочу сказать что это реально мой геймплей вы его можете посмотреть если вы не смотрели на канале есть видео прям отдельный плейлист по crusader 2 там уже должно быть три видео и ну я наверное в описании еще вставлю ссылочку если не забуду вот перейдем уже к вопросам я надеюсь никто не обидится что я не буду делать как в прошлый раз с выделением комментариев сейчас нереально нету времени с этой фигней заниматься просто будут цитировать и отвечать на вопросы ну что ж самый первый комментарий мне пришел от вадима нечаева он говорит мне чтобы я почаще выкладывал видео и больше было народу ну что ж я могу сказать что его совет все таки был продуктивным несмотря на то что он не сыграл большой роли потому что на момент залития к обращения к 1000 подписчикам у меня уже были запланированы видео то есть у меня на 4 тире пятое декабря было залито уже полу январь полностью все видео то есть вы сегодня в новогодние праздники не останетесь без видео это я вам обещаю так поехали дальше а когда поехали дальше хотел сказать что у меня за один месяц увеличилось число подписчиков на 20 процентов то есть на одну пято у меня было 1000 подписчиков а сейчас уже 1200 это очень сильно я могу так сказать это очень клево спасибо вам человек с ником куча чего-то задает мне вопрос планируешь ли ты поиграть в такие игры как герои меча и магии 345 цивилизации и rights of nation как на этот вопрос ответить наверное я хотела поиграть например со старых добрых третьих героев ты в четвертых я помнится играл но сейчас вот даже на самом деле на строк не хватает времени и возможно уже где-то ближе середине января когда кончится все это предновогодний кипиш для меня тогда уже возможно я смогу пройти несколько компаний в третьих героях моих любимых цивилизацию кстати я не играл уже лет пять наверно ну так получилось ну и вполне возможно поиграю в остальные игры но опять же это скорее будет на моем игровом канале если вам опять же интересно то что я комментирую как я комментирую конечно какой ужасный голос если вам нравится вот вы можете подписаться на мой игровой канал там скоро будет 100 человек праздник ну в общем поехали дальше рокермен рокермен задает мне вопрос по поводу сетевой игры со зрителями цитирую о спред санек будет ли коп или играть со зрителями в стронхолд ну что ж у меня несколько раз уже проскальзла такая мысль даже по поводу второго crusader а потом у меня до конца уже додумался что может произойти что игру смогут просто нафиг слить в интернет и мне это действительно не хочется потому что игра полна на самом деле разнообразных багов вы это можете заметить по моим видео ну и зачем портить репутацию соответственно разработчикам но если они действительно не хотят публичную альфа версию делать ну значит на это есть причины вот а по поводу коп и игры со зрителями ну на самом деле я бы опять же где-то ближе к середине января может даже числа после десятого если вам будет удобно дорогие друзья вы можете добавить меня в game ranger также можете добавить меня в steam в общем то там дальше сообразим опять же ссылки я скорее всего оставлю в описании если они этого не оставлю пишите в комментариях санек какой-то нехороший человек ты не оставил ссылки ну и поехали дальше Артём Якименко просит меня перепройти третью часть только с комментариями ну что я могу сказать по этому поводу там по моему без комментариев только четыре видео должно быть все остальные должны хоть как-то быть откомментированы но я честно говоря не помню это было год два наверно назад уже скоро три если вам действительно интересно я без проблем как бы перепройду все зависит от вас если вам интересно отпишитесь надо ли оно и дальше уже решим по ходу дела кэдс а такой интересный ник человека подписавшегося на мой канал спрашивает меня а когда будет продолжение прохождения ствол холд курсадор ну что я могу сказать она уже закончилась то есть 50 миссий я уже прошел по поводу экстрима он уже за лид на канал и в течение двух-трех недель я сейчас на скидку могу сказать будет вам постепенно доступен то есть он запланирован уже ну как я уже говорил на январь и по поводу дополнительной компании варчаст я подумаю есть ли смысл ее проходить вообще ну дальше будет виднее иван скорик пишет мне в одном из прохождений кусок ствол холд курсадор может и группы но попробуй снимать строку кингдомс это было довольно неожиданный был совет такой на самом деле у меня посещали конечно такие мысли только есть одно но там без адекватного альянса нечего делать я играл в при альфу когда она была доступна то есть то я только тогда и играл я когда вот играла уже выпустила я в нее не играл потому что в при альфе были на халяву всякие ништяки по типу карт там всяких бонусов недельных всей этой шняги короче сейчас в это надо вкладывать деньги за что собственно firefly сейчас и живет и если смысл проходить ее сейчас это зависит от вас дорогие друзья в принципе если бы вообще была планшетная игра я вообще с удовольствием играл а так поскольку она на компьютере блин это немножко затрудняет а так отписывайтесь курсиво play задает мне очень интересный вопрос под названием когда ты познакомился с игрой стронгхолд ах было то далекие бородатые 2000 наверное третий год тогда были популярны только GTA Vice City и Mafia и на тот момент у меня был древний 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 комп и даже GTA Vice City тормозил это сейчас конечно нереально представить потому что сейчас уже на каждом мобильном уже можно поставить GTA Vice City а на тот момент у меня тормозил даже на компьютере у меня кстати где-то тут запчасти там валяются вот и в один прекрасный день мне принесли диск с пиратским стронгхолдом самое интересное что он уже был полностью на русском с адекватным русским и меня эта игра немножко затянула да потому не смотря на то что я не умел играть было очень клево несмотря на то что у меня был радиорынок по сути в 300 метрах от моего дома и я постоянно бегал менял всякие лишняки покупал почему-то стронгхолд у меня ни разу рука не поднялась выкинуть обменять то есть у меня где-то до сих пор валяется диск с оригинальным стронгхолдом как-то так потом я уже увидел стронгхолд Круссадр у своего друга было где-то тысячи уже пятый наверное год или шестой и потом я забросил дело а вот когда появился интернет мне что-то снова захотелось поиграть диск на тот момент был уже бит насколько я помню и мне пришлось качать пиратскую версию стронгхолда на тот момент 2008 год пиратскую версию стронгхолда с депозита депозит файл по 300 мегабайт 4 пака то есть там да или сколько там да 4 пака по 200 мегабайт надо было скачать с депозита и это у меня заняло где-то 4 дня потому что там откат по IP был на тот момент у меня была не динамика а сейчас у меня динамика и пришлось ждать целых 4 дня чтобы потом запустить все-таки заветную игру как-то так вот такая интересная история получилась у меня тут почему-то бесконечное количество вопросов с одним и тем же вопросом почему ты не пользуешься жаровней ну она чем как бы дополнительного урона она не дает а ставить рвы с нефтью это мне лишние заботы просто а это еще надо лучников обычных ставить зачем ну это как то вот слишком много всяких забот чтобы поставить жаров Go надо поставить залезь в меню поставить Pour потом залезть купить нефть а пойти ставить нефть потом еще когда на тебя будут атаковать или ещё должен поджигать эту нефть причем поджечь ее так чтобы не поджечь союзных юнитов так тоже все то такое то будет только продумывать это все так зачем вот зап стараться если можно просто не допускать нападания на твой зам И тадам, и все. И можно вообще не запариваться на этот счет. Как-то так. RusReviewGaming задает вопрос, а почему ты не играешь его во второй Stronghold, допустим, по сети? Ай, по сети я в него на самом деле ни разу не играл. А по поводу, почему я в него не играю, потому что я его уже прошел на запись. Не до конца на самом деле прошел, но практически уже половина так точно. И скоро вы это увидите. Ну как скоро? Где-то в феврале, потому что все должно быть по порядку. Заливать сразу 10-15 видео, их никто просто на просто не посмотрит. А так у меня уже есть свой почерк. Я каждый день в 12 часов утра, или дня, в полдень, короче, добавляю новые видео. Как-то так. Ну вот мы и добрались до самого сладкого. И первый вопрос нам задает человек с ником Хуторос. Откуда у тебя бета Stronghold Crusader 2? Это довольно интересный вопрос. Благодаря моему великолепному обаянию и чутью вовремя обращаться к разработчикам, я просто написал им на почту, мол, смотрите какой я хороший, у меня есть свой канал, свой сайт и своя группа, дайте мне, пожалуйста, пару ключиков, чтобы я показал, какая игра хорошая. На что мне сначала не отвечали недели две, наверное, потом неожиданно мне все-таки ответили, сказали, привет, мы тебя заметили, на тебе два ключа, только сними небольшой обзор игры. Ну, я снял небольшой обзор длиной в 30 минут, это очень маленький обзор. Потом еще два обзора длиной в час и полчаса. Все нормально, ребят. Так, поехали дальше к вопросам про Stronghold Crusader 2. Опять же, куча вопросов по поводу, где ты ее скачал, как нам ее скачать, я тоже хочу поиграть с тобой, Санек, и так далее. В общем, ребят, какая ситуация? Игра находится в пре-альфа. Это даже не альфа. Это просто на третьем, на движке третьей части, немножко доработанная часть, скажем так, вот как-то вот так вот. То есть, тут нету ни начального меню, на самом деле оно есть, я потом его нашел, но как бы вот разработчики говорят, что его там нет. Не мультиплеера, хотя он на самом деле есть, но как бы вообще тут долго очень объяснять, в общем, скачать ее нельзя. Она доступна только для прессы, но там еще для пару избранных, типа меня из Сержа, там из Румынии. Вот. По поводу того, когда вы ее сможете скачать, ну я надеюсь, что бету-версию и, наверное, какую-нибудь демку они выпустят где-нибудь так, в феврале-марте. Ну, в общем-то, увидим. Будем надеяться, это будет довольно быстро и близко. А также в папке с игрой Строхом Круссадер 2 я нашел кучу всякой дополнительной скрытой фигни, о которой разработчики еще не говорили. То есть, это, ну на самом деле уже говорили, то есть там поддержка нескольких языков, включая польский, русский. И, кстати говоря, я могу уже включить кириллицу, то есть русский язык в Круссадер 2, то есть он уже полностью переведен. И фишка в том, что пока что нету одного файла, который делает шрифты. То есть, там в меню некоторые не работают и в постройках, а в принципе, то есть описание юнита, вся эта фигня, полоболится, работает. Сделать эту возможность и открыть Core, есть в Stronghold 3 файл core.v. Если у кого-то его получится открыть, напишите мне, каким образом вы это сделали. И там надо вытащить просто оттуда один файл, который содержит русский язык. Ну, наверное, на этом всё. Ну, там ещё, на самом деле, куча всяких приколов, которые я буду выкладывать в группе. Если вам интересно, следите за новостями. Парам! Ну, наверное, на этом всё. Ещё раз подведём итоги. Спасибо всем большое и с Новым Годом всех подписчиков и зрителей моего канала, моих обоих каналов. Будет ли игра со зрителями? Вполне возможно, я так скажу. Ну, и напоследок, как и где скачать Stronghold Crusader 2, как я уже говорил. Пока что на данный момент это невозможно. Она доступна только для прессы и для пары избранных человек. Ну, и для разработчиков, соответственно. Ещё раз с Новым Годом Рождеством, дорогие друзья. С вами был товарищ Санёк и сайт stronghold-game.net. Подписывайтесь на наш канал, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и заходите на наш сайт. Ещё также можете подписаться на мой игровой канал, где я страдаю всякой фигнёй, помимо стволов. Парам-парам-пам. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Продолжение следует...